Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 26 октября, понедельник, и я донести до вас хочу информационную составляющую для того, чтобы снизить градус напряженности, ответить на те вопросы, которые поступают массово в последние несколько дней. И это понятно. У нас на сегодняшний день почти 1300 человек лечатся на дому, и еще примерно 700 человек находятся контактные под наблюдением дома. И вот все эти 2000 человек, представьте, если им требуется какая-то помощь, ответы на вопросы, они пытаются дозвониться по нескольким телефонам, и, конечно, этой помощи не получают. Я хочу сейчас сакцентировать и дать вам все направления и все контакты для того, чтобы понять, какие вопросы на каком этапе имеет смысл решать, а о каких вообще не стоит беспокоиться. Значит, ну, во-первых, у нас с вами есть понимание, что каждый занимается своим делом. Если вопросы касаются медицинской части, вызов врача на дом, вопросы к лечащему врачу, лечение, назначение лечения, госпитализация, направление в те или иные клиники, выписка больных, выписка контактных в том числе, вот все, что касается непосредственно больничных листов, лечения и выписки потом человека, это все вопросы к лечебникам, к нашим уважаемым врачам, к нашей клинической больнице номер 50. Если вы не можете дозвониться до своего лечащего врача и до поликлиники, значит, звоните выше. Если ваши вопросы касаются различных эпидемиологических вопросов, то, что непосредственно к нам идет, то это правильно, это вопросы в межрегиональной управлении номер 50. Эти телефоны тоже у вас у всех есть, можно их задавать. И я сейчас буду конкретно уже говорить по тем вопросам, пройдемся мы с вами по ним. И третье, наконец, направление, то, что касается отбора анализов. Вот часто звонят в лабораторию. У нас сейчас в лаборатории нет возможности у лаборантов сидеть на телефонах. Там или трубку не берут, или берут, и никому ничего не отвечают. Для этого сейчас у нас создан для решения именно этих вопросов единый информационный центр, куда будет стекаться вся информация о том, кому назначено взятие мазочков, кому эти мазки уже взяты и результаты этих анализов. И этот центр создан вообще-то не для того, чтобы туда звонили, а для того, чтобы сотрудники там работающие имели в едином месте всю информацию и успевали в течение текущего дня обзванивать тех людей, кто ждет ответов на эти вопросы, каковы результаты их анализов. Это телефоны будут многоканальные, но они не для приема вопросов еще раз, а для дачи ответов вам уже для обзванивания. И, наконец, самое главное, у нас есть еще горячая линия. Еще раз напоминаю, телефон 97777, куда можно звонить с любыми вопросами. И мы сейчас на уровне нашего городского штаба договариваемся, что по этому телефону он многоканальный. Там, конечно, сидят не медики работают и принимают ваши звонки, не специалисты, но их задача чисто механически собрать все те вопросы, которые у вас есть, для того, чтобы они не отнимали эти вопросы время, так необходимое сейчас для работы всех медицинских сотрудников, и тех, кто анализы делает, и тех, кто оказывает медицинскую помощь, и эпидемиологов, которые выписывают документы. И они в течение дня, собрав эту информацию, будут направлять ее по ведомственности в одну из этих трех организаций. Кроме того, я хочу сориентировать вас на то, что сейчас, когда такое большое количество людей находится у нас на дому с точки зрения либо оказания медицинской помощи, либо на изоляции по COVID-19, то, конечно, вопросы могут возникать еще и разные. И, конечно, в том числе и не только вы звоните с вопросами, и мы вам звоним с вопросами. И у нас часто бывает недостоверная информация о тех или иных ваших контактных данных, о тех или иных датах заболевания, выдаче больничного листа. И вы, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием и отвечайте на вопросы, которые задают вам наши специалисты. Если вы будете вместо ответов на вопросы, как у нас было в эту субботу, очень долго объяснять нам, как правильно работать и отнимать у каждого сотрудника по 15 минут, вот умножьте на 700 человек, мы тогда не то что собрать информацию и выдать постановление, а следовательно вам, уважаемые горожане, больничные листы, а мы вообще не успеем сделать с вами ничего. Я хочу сориентировать вас и еще на один момент. Каждый из вот этих сотрудников, специалистов организации понимает алгоритм действия и знает, как нужно действовать. Если вы в этом сомневаетесь, максимум, что вы можете сделать, это спросить у руководителя. Если врач, и вам кажется, что-то неправильно делать, можете спросить у руководителя этого врача и так далее. Но каждый раз звонить и узнавать, как правильно, как нужно, где это написано и так далее, у нас разнесет всю систему здравоохранения в пух и прах. Ведь вы, когда, уважаемые товарищи, лечитесь, каждый раз не выясняете процесс лечения любого заболевания, не изучаете всю медицинскую энциклопедию, не поднимаете на уши всех медицинских сотрудников, не отвлекаете их от работы для того, чтобы разобраться профессионально. Так и здесь. Не нужно звонить и спрашивать, когда, на какой срок нужно делать какие-то анализы. Все это будет сделано в соответствии с законодательством. Кроме того, у нас принято решение о том, что для тех, кто дружит у нас с компьютером, будет выделен адрес электронной почты, куда эти вопросы можно написать в виде вашего письма, электронного письма. И тогда вот это время, которое тратится на разговоры с единичными врачами, тоже уйдет. Мы большее количество информации сможем отработать и большее количество ответов вы от нас получите. Ну а для общего понимания все-таки скажу, что тактика осталась та же, и она проста. Если человек заболевает, он вызывает врача на дом. Врач придет, медицинский сотрудник, и определит все, что нужно для этого человека. Если вы контактный с больным COVID-19 и проживаете с ним вместе в одной квартире, вы остаетесь дома и ждете, когда вам вручат больничный лист, выпишут и вручат постановление. Тоже совершенно спокойно. Если вы опасаетесь, то про вас уже забыли и прошло много времени. Напоминаю, 97777 и адрес электронной почты, который будет сегодня через средства массовой информации дополнительно размещен. Если у вас есть понимание того, что вы контактный, и к вам скоро не придут, а придут только на какой-то неизвестно какой, х-н-ный день для того, чтобы взять анализ, а ваше состояние ухудшилось, тоже все очень просто. Набираем телефон и вызываем медицинского сотрудника на дом. Если вы видите, что есть задержки, а у вас очень тяжелые состояния, тогда вызываем скорую помощь на дом. Вопросы выписки, когда уже выздоравливает человек, тоже все понятно. Приходит медицинский сотрудник, и вы с ним обговариваете, кого и в какие сроки, и при каких условиях вы можете закрыть свое лечение и выйти спокойно на работу. Не нужно для этого тоже обзванивать огромное количество людей и спрашивать, что нужно сделать для того, чтобы поправиться на столько-то дней раньше. Я вас очень призываю к такому порядку, к тем, чтобы мы друг другу помогали, чтобы наша работа была эффективной, чтобы мы в итоге с вами добивались нужного успеха. Я желаю всем большого здоровья. Я желаю вам сейчас особенно соблюдать меры профилактики, когда столько заболеваний вокруг. И заболев, не волноваться. Я напоминаю, что у нас огромное количество больных переносит заболевания в легкой форме. У нас есть понимание, где лечить и как лечить. Внимание только особо, группам риска, и то только в том случае, если тяжело проходит лечение. Не отказывайтесь от госпитализации, если ее предлагают медицинские работники. Не занимайтесь самолечением. Здоровья вам, уважаемые горожане. До свидания.